всем доброе утро показываю вам наш первый завтрак на этой турбазе завтрак у них тоже на шведском столе и я бы сказала богатый тоже есть выбор там колба колбаска ветчина сыр овощи блинчики вот что я взяла салат там каша еще овсяное с вареньем цирки на десерт йогурты соки всякие мы еще не принесли ну и кофе и чай конечно и вот смотрите в окружении какой красивой природы мы будем кушать в окружении красивой природы на свежем воздухе еще утренняя прохлада такая жара не наступила вот посмотрите вот эта тропинка лесная идет в гору там видно наша гостиница откуда мы сейчас поднялись сюда вот люди тоже идут наверное купаться к чудскому вот по этой лесной тропинке вот видите там еще тоже домик есть какой-то уже наверное отдыхающие там отдыхают и вот тропинка продолжается все идет в гору в гору подъем конечно такой для нас сложноватый трудноватый задохнулись немножко физическая зарядка и вот выходим посмотрите какая красота красота сразу подуло свежестью чем не море а безбрежная безбрежная посмотрите вид сверху красота прелесть какая сейчас попробуем здешнюю водичку вниз здесь ведут ступеньки с перилами вот семья наши соседи тоже пошли пытаться как и мы ну и мы тоже пойдем конечно же посмотрим потому что жить нам здесь еще 5 дней наших ближайших 5 дней если понравится это местечко облюбуем его для себя здесь сюда приехать Сталина для нас гораздо ближе чем до санатория Вярска посмотрите 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 да здесь вышли на прогулку по нашему поселку и вот дошли до такого мостика через маленькую речушку которая называется алла и я что означает нижняя речка и поселок кстати в котором мы живем тоже носит такое же название алла и я вот в той стороне чудское озеро наверное эта речка туда впадает а может вытекает вы знаете даже не могу точно сказать вода просто стоит нет никакого движения и не понять не определить вообще в какую сторону она течет точно не могу определить вот здесь такие участки садами с огородами с тепличками вот посмотрите на той стороне кто-то живет у него стоит лодочка на причале небольшой причал в эту речку ступеньки к дому ведущие красота посмотрите как птицы поют послушайте тишина тишина и рай солнце жара недалеко лес здесь есть церковь сейчас мы до нее прогуляемся дошли мы до местной церкви хотели зайти вовнутрь но увы и ах она работает только по выходным дням конечно здесь в поселке что и тут делать каждый день работать вот дорога домики люди живут все такое живописное здесь и зной стоит просто несусветный большая церковь красивая сели отдохнуть на лавочке возле дороги а здесь какой-то куст цветущий не знаю как он называется наверное какой-то медоносный облеплен весь шмелями буквально но не знаю увидите вы или нет шмели они ведь красной книге просто кружатся раями и жужжат вот недалеко от нашей базы находится еще вот такая миленькая база отдыха тоже вот домики там душ смотрю есть и табличка что сдаются в аренду дома красиво смотрится но возле дороги леса нет опять на пляже под вечер солнце уже не так жарит вот смотрите пляж людей мало но люди есть и смотрите какие обрывистые берега вот там лестница по которой мы сходим сюда на пляж и и туда 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 намного километров тянется желтый песочек и водичка безбрежное море я это озеро так и называю морем уходит за горизонт сегодня нет ветра все спокойно и посмотрите полюбуйтесь доброе утро друзьям сегодня мы проснулись от гроба и молний к нам пришла гроза самого утра дождик сейчас вот вроде бы немножко потише стал надо как-то провод сверкает молния даже слышите это уже она куда-то немножко подальше куда-то уходит гроза здесь вначале как грохотало у нас тут над нашими домишками даже страшно было надо прорваться сейчас как-то на завтрак выждать такой момент когда будет дождик поменьше и пробежать я вот вам показываю сейчас вид из нашего панорамного окна вот беседка столики мангалы дальше лес батут отсюда виден детский вот там домик с баней соседи наши немножко познакомились со всеми тут есть даже люди которые приехали из финляндии сюда отдыхать ну сами русские живут финляндии я буду так интересно а почему вы сюда приехали отдыхать но у нас здесь родственники они говорят их навестить места знакомые вот я спросила а как же вы у вас с документами не было никаких проблем вот на границе они говорят что нет вот эстония пускает совершенно свободно ну а когда будем возвращаться финляндию тогда будут тесты сдавать на антитела тесты на антитела так вообще тихое местечко все заполнено все домики людьми но люди как то так вот надо отдать должное ведут себя очень тихо такие все дисциплинированные и и молодые и дети и более пожилого возраста вот и и допоздна сидят и грилят и беседки сидят но все так тихо все спокойно никто не буянит не кричит не мешает никому после 11 уже все успокаиваются хотя и и слышно что еще сидят допоздна на улице потому что прохлада после жары после дневной так что ничего как бы такой отдых у нас тут ну вот я теперь не знаю это не не испортит ли нам весь наш отдых такая погода вот как она тут эта гроза пройдет или затянет на два дня на три у нас то два дня осталось вот сегодня планировали сходить с утра опять на озеро придется отставить до лучших времен посмотрим немножко так вот мне лично мне мешает вернее не мешает а не хватает приватности как бы потому что все тут все колхозом все общее кругом и и бывает даже никуда не прорваться потому что если приехали компании то все везде занято везде они на скамейках они грилят они в беседках они в общем как бы вот с этим только в номере тоже такие вот большие окна панорамные прям просто если сидишь перед окном то чувствуешь как будто ты на витрине находишься за витриной магазина полный обзор ну а закрывать рула тоже как бы закрываться от всего мира тоже не хочется кругом вот такие вот турбазы здесь в этом местечке гостиницы все сплошь и рядом одни такие вот места для отдыха по дороге едешь вот только и встречаешь постоянно съезд налево съезд направо гостиница такая-то гостиница сякая в общем здесь как вот нам рассказали были раньше советское время пионерские лагеря дети отдыхали вот таких природных зонах на берегу чудского озера ну а сейчас вот переделали все по туристические базы и отдыхающих ладно будем готовиться на завтрак здесь у них наверно небольшой такой центр этого поселка вот магазин тут есть там подальше есть палаточка в которой продают рыбу и свежую и копченую но палатка это как правило закрыта всегда она не работает постоянно вот а только по мере того как рыбаки ловят коптят привозят торгуют приехали в поселок вот магазинчик тут небольшой конечно тесный но все есть ну такое самое необходимое все продукты есть взяли воды тут фруктов овощей молочная друзья ну вот сегодня мы купили ряпушку чудскую тепленькая копченая такой запах от нее вкусный аппетитный сейчас вышли мы на природу тут на столике сделали такую сервировку вот с пивком с помидорчиками и будем кушать ряпушку все приятного аппетита мастер-класс от мужа по чистке ряпушки такая жирная с нее прям течет течет жир крупная такая это уже не как салака не такого размера намного крупнее какой размер сейчас у нее под какую рыбу о какой без головы хорошая плотва вообще-то будем считать что маленький сик маленький сик здесь тоже есть сик но она сигала в продаже не было стоит она здесь на чутском это ряпушка 19 евро за килограмм вот так вот такое удовольствие в таллине у нас она стоит 14 50 15 евро за килограмм но там она уже из холодильника здесь она свежая ну будем считать что все доброе утро друзья сегодня утро у нас действительно доброе солнечное пока дождя не предвидится не знаем что будет дальше вот посмотрите шли на завтрак и обнаружили черничник а на нем черничка полюбуйтесь так что вот так скоро за черникой поедем в лес вот видите ягодки пляж в разгар сезона ссылки на прощание до свидания чутское до новых встреч